Очень интересный был эфир. Вообще, конечно, у него пусть другое мировоззрение, но очень интересный человек, так много знает. Ты знаешь, что этот ролик сделай отдельно, вообще будет великолепный ролик. Ну, я, да, надо будет, он еще будет рендериться, надо будет этим заняться. Так, ой, Юра Чек, конечно, разнообразный, пишет Юра Тимовская. По эту ходят такие дебри. Так, мне не нравится, что никак это, зрители ждут начала трансляции. Слава, мы уже в эфире, так что ты можешь уже, наверное, переключаться на Коглеров ФМ, наверное. Здесь трубки кладем, да? Да, кладем трубки, и я Юру попробую пригласить Тимовского, да. Красиво, она иная, она совсем другая. Мне нравится реальность Вячеслава. Я бы к реальность пришла. Девочки, мы уже в эфире. Девочки, мы уже в эфире, так что к нам сейчас подсоединится Юра Тимовский. Тимовский, я думаю, что... Это Света, Ольга, приветствую. Я хочу... Добрый день. Пока одна мысль не ушла, я, конечно, старался все очень внимательно слушать. И не знаю, Андрей слушает нас или нет. Будем всегда рады видеть. Конечно, кто изучал мои знания и услышал Андрея, конечно, видят, что они очень в некоторых местах разнятся. Сейчас, наверное, не буду показывать. Я покажу чашу, о которой Андрей сообщал, чашу земли. Хотя, в принципе, у кого есть образное мышление, он вспомнит просто мою модель и поймет, откуда эта чаша. Любой исследователь... Я сейчас... Кстати, пока я не нашел подходящий скриншот, у меня почему-то первое, знаете, что в голову пришло? Помните мультфильм «Бременские музыканты»? Там король носился с яйцами, скушай, доченька, яйцо диетическое. И вот у него была в руках вот эта чаша с яйцом. Вот, уважаемый Андрей, он только часть, получается, показывает этого мира. То есть, одну соту нашу, чашу, над которой, естественно, купол. Мы задаем резонный вопрос Андрею. Я просто, как говорится, не стал перебивать. Может, в следующий раз пообщаемся. Именно не доклад. А что ж тогда нам на голову ничего не сыпется, если купола над нами нету? По утверждению Андрея. И второе, вы знаете, что я услышал, подтверждение уже в эфире. Это пропустите, как бы и прошло мимо, но Андрей... Про соты, да? Что ж? Про соты? Про соты, что круг принимает форму сот? Не-не-не, про беженцев, смотрите. По предположению Андрея, войны в Сирии... Ой, в Сирии, я не напутал сейчас, это Сириич война идет, да? Это прикрывается вбросом клонов. Нет, это войны прикрываются не вбросом клонов, а с других континентов, о которых мы с вами знаем, уважаемые слушатели и зрители. Просто гуськом проводят сюда, с других земель, вот этих, назовем, клятых негрив. То есть, понимаете, как хитро. И вот предыдущие войны, получается, так же само были сделаны. Вы помните, вот было вот в Африке война, даже в 42-м году. Это же тоже, скорее всего, через Африку проводили. Это из других ячеек новые народы. Вы прекрасно помните ответ Андрея по поводу... Я задал вопрос, откуда берутся инопланетяне. Он дал, сколько, 4 или даже 5 вариантов. Но я-то абсолютно знаю, что они из соседних чертогов прилетают. Вот, Юрий, спасибо, что добавился. Приветствую. Я сам так толком, если ты видел, я не поучаствовал в эфире. Вот я всю ночь не спал. Привет. Привет. Скорее всего, у тебя тоже есть свои наблюдения по поводу услышанного, да? Я его так, как пришлось, урыбками слушать, потому что все-таки как-то в дороге застал это все. Не мог попасть на эфир. Слышал, о чем говорили, да, как бы... Ну, опять-таки, я скажу так, да, что вот... Он, как исследователь, он имеет свою точку зрения, да? Ты, как исследователь, имеешь свою точку зрения. Поэтому тут как-то сложно говорить, что он не прав, а я прав. Да, вот я так не могу сказать, потому что все-таки это два разных мнения, два разных человека. Он говорит, что он видит так эту ситуацию, и я говорю, что вижу эту ситуацию вот так. Но при этом может оказаться так, что никто из нас вообще не прав. Юр, да, я тебя дополню. Я с тобой согласен. Он такую хорошую ключевую фразу, которую вы много раз от меня слышали, вот в эфире он сказал. Он говорит, вы понимаете, что человек ничего не может придумать. То есть человек озвучивает именно то, что есть. Я вот на фоне этой фразы, просто вот это, что ты сейчас сказал. Многие люди одним и тем же событием могут давать просто разную интерпретацию. Тем запасом слов, тем запасом знаний, которые они обладают на данный момент. То есть если он, допустим, предполагает, что это клоны, то, а я говорю, что это не клоны, а просто соседних континентов, мы практически не противоречим в общем, ну, таком глобальном плане. Ну вот, потому что клонирование, насколько мне известно, да ты сам знаешь, что ученые бьются-бьются, ну, если ты сейчас по-прежнему в этой теме, ну, как и раньше говорил, что создать клоны, это проблематично, Юр. Ты же сам это говорил. Я скажу так, что они клонов создают давно, то есть они пытаются, я сейчас скажу, в чем проблема, они могут воссоздать клонов животных, да, насекомых, они, да, скорее всего, уже и мамонта давно клонировали и смотрят, как он выглядит, да, но человек, получается, такая система, что они создают клона, а он не думает. То есть они не могут душу воссоздать. Там проблема в том, что человек получается, но он, знаете, как вот бывает, не дай бог такое заболевание, когда вот он не соображает, сидит, типа, когда там, как ты рассказывал анекдот, там, мама, где море, да, вот оно море, сынок, да. То есть, в принципе, такая же система, то есть он сидит, какие-то базовые инстинкты, а рот открывает, ест, дышит, да, там, моргает, все. А он не может умыслить, мыслить, да, он не может, то есть они не могут этого создать, а этим они, почему они сейчас такой упор делают на изотечку, да, там, и в 90-х годах на экстрасенсов был упор, потому что они пытаются познать, что такое душа. Без души не работает клон. Вот в чем проблема у них. Юра, я, например, читала, да, здравствуй, Юра, я, например, читала, что, оказывается, допустим, вот он тоже писал у себя, да, что создаются химеры, химеры это идет человеческая ДНК и ДНК растения, и сущность, они могут брать растения, или, допустим, животного. Ты как думаешь, возможно это такое или нет? А, ну, они, нет, а я же говорю, они воссоздают клонов, они вполне нормально жизнеспособны, но они не могут мыслить, то есть они могут вести себя, как полноценный хомо сапиенс, человек разумный. Проблема только в этом. Поэтому они столько лет бьются над воссозданием души, а ничего не получается. Мозг тут ни при чем, интеллект тут ни при чем, не работает. Есть мозг, но он выполняет только базовые функции. Там, чувствует боль, дышит, разговаривает, звуки какие-нибудь, да, там, все. И на что он способен? Все остальное, все функционирует, сердце бьется, желудок работает, но не мыслит, не мыслит, чем занимается, в принципе, душа, вот разум. То есть фактически такого рода клон не может быть художником, писателем, там, сочинять какие-либо композиции или делать какие-либо скуптуры. То есть поскольку духовность отсутствует, получается, у него такие функции тоже выключены. Я так понимаю. Да, то есть его можно использовать только там в каких-нибудь целях, ну, допустим, показать ему, да, там, как лопаты махать, раб, ну, то есть что-нибудь делать, там, только физическую работу. Мыслить он не умеет, он не может ни творческие мысли, да, ни физические мысли. Просто вот как вот, вот что мы называем биороботом. Да, только биороботы, они как бы в нашем понимании, мы почему так их называем, да, что вот идет человек, ты ему хоть вдалбливай, не вдалбливай, что ты понимаешь, что ты там над тобой властвуют, что ты ничего не понимаешь, потому что ты в рабстве, ты работаешь с утра до ночи, там, копейки получаешь, а по барабану они как ходили, так и ходят, тебя дураком называют, виска крутят. Мы их называем биороботами, но по факту биороботы, это как раз-таки, вот, то самое существо, которое сделано только для работы какой-то физической, все. Юра, ну, ведь таких же людей много, понимаешь, я не могу сказать, что они люди, да, и, в общем-то, таких же существ очень много среди нас. Вот я, например, помню Узбекистан, да, большая часть узбеков именно таких, по-хорошему-то, мне кажется, они другими-то и не были. Вот смотри, сидят, допустим, у тебя сколько раз видел, сидят, допустим, узбеки, да, вот милиционеры, вот они сидят, допустим, в кружочке, представь себе, стол, человек 20, у них одна лепешка и по чуть-чуть чая, чашечки. Понимаешь, они путно даже и не кушают ничего, и не пьют, и так они могут находиться целый день вот этим питаться. Разве может нормально человек, который мыслит, думает вот так питаться? Я лично думаю, что очень много клонов среди наших, в общем, среди всех, всего населения Земли. Как ты думаешь? Ну, это, скорее всего, больше зависит от климата. Вот, допустим, если мы привезем сюда с Африки негра, он в минус 5 замерзнет, у него руки и ноги отнимут, потому что у него обморожение будет. То есть его организм не привык к такой термальной обстановке. Если нас завести в Африку, мы сможем какими-то такими подручными средствами спастись от жары, там намочим футболку, но мы все равно не сможем существовать в таком климате, пока мы там не акклиматизируемся. То есть если нас мгновенно туда привезти и бросить в пустыню, где бедуины живут, спокойно живут, то мы там умрем в течение двух дней от обезвоживания и от солнечного удара. Поэтому как-то, я думаю, считаю, что это, скорее всего, больше зависит от климата. И для них, допустим, эта жара, она не наносит такого урона, как нам. Поэтому они могут и не есть целый день на этой жаре, потому что они привыкли, они там живут, в этой системе. Юра, дело в том, что я же родилась в Ташкенте. Я почти до 40 лет прожила тоже в Узбекистане, в Ташкенте. Я, в общем-то, считаю местный житель, но почему-то я кушаю, да, и нормально питаюсь. И я не могла бы прожить целый день на одной лепешке и чая. Понимаешь, мне нужно нормально полноценное питание, несмотря на то, что там 40 градусов жары. Да, 40 градусов жары, но, допустим, днем я не кушала, да, и все мои близкие, а ночью мы ходили и кушали все равно шашлык кушали, шашлыки разные. Понимаешь? Нет, я считаю, что здесь что-то другое, Юра, не только климат. Ну, понятно, но как бы среди всех людей есть такие люди, которые вот, как их называют, трудоголики, да, которые вот все, им ничего не надо, лишь бы работать, работать стахановцы, да, на которых там действительно полноценки, у Советского Союза работал на этих фейков, там, вот стаханов переел ногу, там, по идее, надо было рожи все распить, а он герой, там, да, Советского Союза, герой труда и всего прочего остального. Буквально два слова хочу сказать, вот Света к нам добавляет, Светочка, привет, сейчас я буквально два слова скажу. Я и ранее говорил, и еще раз повторю, вот смотрите, есть биороботы, а есть зомби, они визуально и по принципу устройства, они очень похожи, вот вчера, допустим, если Артур из Чехии слышит, Артур, не обижайся, ты не биоробот, если с тобой работать, хорошо работать, то, ну, в плане обучения, и придется даже экстрасенсорику испытывать, потому что так захламлена душа и мозги, это, конечно, тяжело. Вот он зазомбирован СМИ, а СМИ занимается тем, что зомбируют людей, постоянно капают одну и ту же информацию, то есть там террористы, 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 он же живет в том плену иллюзий, ему даже не объяснить, что террористов никаких нету, сами власти это террористы, то есть сами они создают проблему и сами ее потом устраняют, а объяснить, что какие-то там дервиши, там ни разу не грамотные обученные, взяли под контроль серьезно пилотированные самолеты или используют оружие, это ему тяжело. Ну, бывает и такое, к ним, к этим дервишам приезжают инструкторы, но потом понимают, что их трудно даже обучить, максимум, что они могут держать этот автомат Калашникова более сложными средствами управления, как Юра говорит, там негра приведите, там он не только замерзнет, но он не сможет это, как говорится, мозги у него работать, он не сможет, управлять. Вот, поэтому есть зомби, и среди белорозовых есть зомби, которых надо как-то вот волшебная информация, да, раззомбировать, вот, а есть биороботы, и надо их как-то отличать, передаю слово. Ну, вот насчет биороботов, я могу здесь подтвердить то, что говорит Юра, дело в том, те негры, которые здесь у нас на севере Италии, в горных местностях, их сейчас нет совершенно, вначале их туда заправляли, потому что в каждом населенном пункте должно быть около 20% от всей, ну, населенной массы, массы населения, но их доводили до 80, и сейчас с горных местностей их убрали. Дело в том, что у нас холодный климат, и с ними что получается, если температура перешкаливает за ноль, вот, минусовая температура, они покрываются каким-то белым налетом, и вот такое впечатление, они отключаются, не способны двигаться, не способны ничего делать. Хорошо, это можно сказать, что они родились в совершенно другой среде, родились, официально, по официальным нашим СМИ, вот, что они находились и родились в другой системе, там жарко, а здесь они приезжают, и так, их организм так себя ведет. Но это совершенно другое, это что-то странное, и они действительно покрываются белым налетом, ну, как будто бы розетку с них вытащили. Вот, передаю слово, это мое такое наблюдение. Мне кажется, что они подключены на низкие вибрации. Дело в том, что в них очень сильно развит животный инстинкт. Да нет, Света, я думаю, что они вообще сделаны, понимаешь, они вообще сделаны, это не люди, абсолютно не люди. Я же говорю, тот, того Арагутанга, которого я видела, который подошел ко мне, у него не белки глаз, а красные, черные зрачки, абсолютно черные, вот то, что Тюняев сегодня говорил, это зверь, и красные белки, белки, представляете, глаза. По поводу зверя, Тюняев случайно не с Филиппом Киркоровым столкнулся. Я так и подумала. Ну, по описанию, по описанию, это был Филипп Киркоров. Вы посмотрите, вечера на хуторе Близди Каньки, где Филипп Киркоров играет дьявола, точнее беса, ему даже в роль не нужно было вживаться, просто посмотрите, там великолепно, конечно. Я один раз сидела рядом с таким человеком, я не видела его глаз, но больше пяти минут я бы сидеть не смогла. Это какой-то дикий ужас охватывает, всю твою сущность. Каждая волосинка трепещет. Я объяснить не могла это никак, я встала и удрала оттуда. Слушайте, а такая тема, а такая тема, как двойники, как двойники, например, говорят, что Бен Ладен похож на Барак Обаму, Николай, Николай Второй, как брат-близнец этого, Георгий, какой-то пятый, по-моему, был в Англии, король, одновременно. Ну, сейчас с Медведевым вообще его сравнивают. И с ним на Медведева похож, да. Как вам актрисы прямо на одно лицо, их прямо не различить, вот как это, как атака клонов. Нет, говорят, что это как бы бессмертные, которые возвращаются, много разных теорий. Но я так думаю, что абсолютно незачем возвращаться в ту же биологическую оболочку. Ну, для чего ее создавать, воссоздавать, вернее, заново. Если только не клон. Да, но если только не клон, совершенно верно. Но опять-таки, к выводу, что клоны не умеют мыслить. То есть, у них как бы работа совершенно иная. Тогда получается... А может, это только наши ученые не могут вывести клонов, а другие могут? Да, кто их знает. Я просто читала тоже очень много статей на эту тему. То, что они там проводили какие-то клонирования, во-первых, это до конца не увенчалось успехом. Они живут мало, эти клоны. И поместить сущности, вот, допустим, переместить, воссоздать-то можно, как бы, вот эту вот внешнюю оболочку? Переместить невозможно. Будет совершенно иное, не то, что было до туго. поэтому ничего у них не получается. Божественное начало имеет верх. До этого божественного начала никто добраться не может. А они воссоздают просто конфетку, оболочку. Вот оболочка, такая же оболочка, штампуют, а толку никакого. Тут, а я так скажу, да, одну вещь интересную. Вот вспомните, да, когда только начиналось это клонирование, что якобы там вдруг они, ученые взяли и послушались там католицизм, да, христианство, что не вздумайте клонировать, Бог запрещает, вы что? И тут срочно все, да, 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 и запрет на клонирование, да, но это чушь, это для нас. Чушь, чушь, да. Конечно. Они свернули все, потому что они действительно, они пытались тысячу раз, не получается ничего у них, и все, бесполезно, не получается. Они продолжают. Дело в том, что были такие исследования, что клонирование официально когда, значит, свернули эту программу, перенесли в нейтральные воды. Мы все знаем, что все то, что делается на воде, значит, не подчиняется общечеловеческим законам. И это клонирование продолжалось на кораблях. Все правильно, потому что... но сказал, люди, впрочем, Андрей Тюняев, что здесь находятся не только мы, здесь же находятся и другие цивилизации, а у них-то наверняка это все получается, и именно они, вот эти другие, он придумал четыре теории, что здесь есть и рептилоиды, здесь есть и серые клоны, которых создали, опять-таки, наши предки. Так, еще, по-моему, две, Рома, я забыла. И, в общем-то, что этих клонов, кстати, скорее всего, сделали, либо вот эти серые, либо сделали, допустим, рептилоиды, так сказать, понимаешь? Тут же не говорится о том, что только мы на Земле, мы же видим, что помимо нас здесь есть еще кто-то, в общем-то. Ну да, говорилось, что создали не рептилоиды, а как раз-то самая Баба-Яга, для того, чтобы как бы... Тема уходит, я и одно хочу прокомментировать, вообще оживленная беседа, спасибо, Андрей, что к нам пришел. По поводу Бабы-Яги, во-первых, надо тогда уже говорить, если по числоку не Баба-Яга, а Баба-Яха, тогда уже будет правильно, потому что, если поднять правильно источники, древнеславянские, ну так как Йи краткое у нас не было, то вообще правильно произносить нашу богиню покровительством детям не через Йи, а через Е, а опять, как я вот говорил, Иерарх, И-Яга, то есть, светлый путь, высший путь, вот, И-Яга, богиня-покровительница. Дальше, вот я сейчас вам покажу фотографию по поводу вот клонов. Вообще, это дело такое, вы знаете, относительно, вот как вы думаете, кто это изображен на фотографии? А, сейчас это видят только в этом, сейчас, ну, я включу демонстрацию в скайп. Просто темы быстро прыгают, мы так это... Медведев красивый. Да, только это, кстати, друг Виталия Сундакова, он до сих пор чтит память погибшего, его друга, это Андрей Ростоцкий, актер. Вот представляете, как вот это интересно мир устроен, поэтому у меня он друг, Гена Сотник, он тоже это вылитый Николай Второй, когда бороду отрастит, поэтому, да, вот, как говорится, определенный грим, да, и каждый, каждый второй с бородой, уже Николай Второй. Нет, повторение в природе возможно, потому что сколько бы не было вариантов, рано или поздно, что-то может совпать. Сейчас, еще хочу про клонов прокомментировать, я все равно настаиваю, что эти клоны, они являются рожденные от матерей, которые, допустим, мы видим, они появляются и в Германии, и где, но я просто модель вам опишу, которая максимально будет, ну, не устраивать, а будет применимо, и те, кто настаивает, что это клоны в пробирках выращены, и те, кто от живых матерей. Вот этих детей, которые сразу рождаются, вот эти инопланетные оккупанты, они их сразу с малых лет поселяют в определенные резервуары. Вот представьте, такое количество, типа детский сад, то есть, матери нарожали, да, там их сразу искусственно оплодотворили, как мы корову оплодотворяем, да, вот, и потом детей сразу, они рождены, их появляют в такие ясли, где один, грубо говоря, одна мама, и их там 100 человек, их там, вот она выращивает, поэтому они, когда находятся в этой среде, вот эти 100 негритят, да, 10 негритят, поэтому они друг на друга похожи, именно в плане поведения, в плане, там, и даже визуальном, потому что ни для кого не секрет, когда, допустим, супруги друга, муж и жена другом вместе живут, они через 10, а иногда раньше лет, становятся друг на друга похожи, ну, внешне чуть-чуть, не всегда это, конечно, бывает, но многие отмечали, и говорят, а вы не брат и сестра случайно, да нет, мы просто муж и жена, вот, бывают случаи, конечно, половины друг друга встречают, похожи, внешне, они уже похожи, до того, как они вместе стали это жить, поэтому я думаю, что визуальное сходство, это постоянно детсад, и чтобы кто не видел фильм, а многие его видели, ну, просто вы поймете, на что я упор делаю, когда настаиваю на этом, Джон Картер, вот посмотрите этот фильм, я не знаю, я американские фильмы давно не признаю, сейчас хороший не выпускает, но Джон Картер меня поразил, это просто, ну, шедевр, Юр, ты смотрел Джон Картер? да, да, я знаю, о чем там, скажи в двух словах, по сюжету фильма, главный герой из нашей Земли попадает на Марс, и попадает в общество уникальных, назовем их кавычках, инопланетян, они, по-моему, там, четыре руки имеют, и вот у них принцип, вот на основе этого принципа, который у них, вот воспитание детей, я понял, что те, кто нас оккупировали, они навязали нам принцип сравнительно, ну, относительно недавно, то есть не то, чтобы ребенок, как это было принято у наших предков, в семье рос, с папой, с мамой, набирался опыта, его, для родителей создают такие условия, чтобы они с утра до вечера пахали на работе, а ребенка отдавали в ясли, детсад, в школу, чтобы родителей не было возможности заниматься воспитанием, а там уже 10, 20, 30 человек, а я вообще учился в школе, у нас было 46 человек в классе, уже один педагог, вы учились в одной школе, значит, навязывает уже определенную модель, и мы становимся автоматически не одинаковые, а когда дает один воспитатель, преподаватель знания, то все дети, грубо говоря, идут под одну гребенку, под одну гребенку, нет индивидуальности, когда ребенок бы, цветочек вырос бы один в семье, с родителями, они ему дали бы это, как говорится, Оля, не высовывайся, то есть ты должен быть одной споршной серой массой, те, которые высовываются, получают. Получают и больно, да. Тут я бы поспорил, не всегда так. Не знаю. На личном опыте... Пытаются задавить. Везде, везде так. Нет, ты постоянно не умничай, сядь, когда дают какой-то вопрос, который неудобен педагогу, он обязательно скажет, не умничай, ты срываешь урок, и так далее. А помните, как всегда говорили, я, это последняя буква в алфавите, помните, если кто-нибудь говорит, я там что-то, а ты, я, это последняя буква в алфавите. Вот это я хорошо запомнила. Да, это всем... Но мы все в одной школе учились, в одном классе сидели. Да. А у нас, кстати, генетически, наверное, шло начинать не с я, ну, так как мы аз не знали, мы хотели начать аз и продолжить. Правильно. Да, да, слово. Азу есть я, Ты последняя буква в алфавите, что ты якаешь? Знаем, знаем. Наша, наша буквица, она первая. С всего, все начинается. Вячеслав, вот организационный вопрос, скажи, пожалуйста, видеоролик ты полностью будешь выкладывать или будешь нарезать его? Ну, то, что и фирмы вели, вообще сделаю максимально полностью, чтобы ничего не пропало. Вырезать-то нечего. вырезать нечего. Я максимум, начало перемонтирую, там вот это провис, я подтяну приветствие, которое было на 30 минут раньше к началу беседы, вот, чтобы было красиво, компактно. Да, да, Мирослава, да, я согласна с тобой, я отвечаю в чате. Да, сегодня был прекрасный, прекрасный эфир. Ой, Леночка, ты умничка. Роман, вы очень хорошо вели, действительно, а Лена за идею. Как тебе вошла в голову такая идея? Ну, как, ну, не знаю, просто я очень много читала его статей и вечно в эфире читала, и мне, в общем-то, очень близки его мысли. Ну, конечно, я не могла поспорить с Романом, у Романа очень много было именно физических вопросов таких, мне они тоже были очень интересны, но у меня тоже очень много осталось вопросов, потому что, и поэтому я буду снова добиваться с ним встречи, не знаю, может быть, через неделю, чтобы снова он к нам пришел, потому что на мои вопросы, в общем-то... только ответы на вопросы, и вот если возьмем так, потому что Роман ввел вообще дискуссию с ним, они вдвоем собрались, и только... Да, да, это тоже неплохо, это тоже неплохо. Так хорошо, для первого раза, я думаю, что это вообще очень хорошо, потому что открылась тема, и открылась очень широко, и у всех было очень много вопросов, вот действительно, я не помню, кто написал, как бы сделать типа вопросник, живой опросник, где-то записывать и скидывать, чтобы у нас был уже пакет вопросов готовый, вот. И так было бы интересно, и тоже как-то по этому даже судить, и в следующий раз даже задать тему вопроса. Но я думаю, что сейчас его надо попросить, чтобы ответил только на вопросы, и уже на основании тех вопросов снова разовьется какая-нибудь другая тема. И так мы его будем постоянно сюда. Да, еще у меня вопрос. Давайте, вот смотрите, здесь в чате, кстати, подсказали хорошую идею, давайте попробуем выйти на Шемшука. Вдруг он тоже к нам придет. В общем, мы послушаем разные мнения. Это же тоже очень интересно. Кто знает, как бы выйти на Шемшука? Если кто-то знает, напишите в чате, или где-нибудь под роликом у Славы, чтобы мы знали, как выйти на Шемшука. Я, кстати, хотел эту тему отметить. Тут же, ну, как для канала нашего, кстати, Николай, я никто не услышал, Николай, приветствую. Очень полезно, что, ну, как бы, вот в копилочку начинают достижения котляровой ФМ, скажем так, как слово-то подобрать-то поправильнее. Значимые, значительные, уважаемые люди, то есть, знаете, как в некоторых гостиницах любят там писать, ее посетил там сам, там, Луидов и Нес, то есть, вот котляровой ФМ, допустим, Юрий, Юрий Степанович Рыбников, Тюняев, как бы, может кто-то удивится, но, допустим, Юрий Тимовский, я тоже отношу, это тоже, это для котляровой ФМ, это замечательно, вот, это Макс Беляев, и еще могу добавить Рахмана Тора, то есть, это вот потихоньку на котляровой ФМ приходят, скажем, мной уважаемые люди, и которые потом, когда мы будем приглашать каждый раз какую-то известность медийного пространства, он посмотрит этот список, и ему будет уже комфортнее себя чувствовать.